МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давай, давай, Митюнь, давай. А то уж осень кончается. Так нечестно, Мат! Нечестно кашу не есть, да еще богатырскую. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Плюс и минус» и с вами снова я, Ольга Бабоянс. Как вы уже поняли из сюжета, говорить мы будем опять о вкусном, о каше богатырской. А что же такое каша богатырская? Жалко, конечно, что нельзя так ускорить наш процесс. И, к сожалению, передачу и меня вы увидите уже в записи, потому что я буду колесить по нашей родной Украине с очередными лекциями для наших аграриев, собственно, для тех, кто и создает нам богатырскую кашу. Посему вопросы вы задавать мне сегодня не сможете. Ну, ничего, я думаю, что мы это все наверстаем в следующих наших передачах. Итак, богатырская каша. Что же это такое? Помните, мы с вами говорили о гречке, о кукурузе, о пшене? И я поняла, что упустила одну очень интересную тему, да, пожалуй, главную. О хлебе вот мы поговорили, о пшеничном хлебе. А вот как-то подзабыли о том, что кроме хлеба пшеница может давать еще очень много интересных и полезных продуктов. Эти продукты, они уверенно находятся в нашей жизни, они уверенно составляют нашу продовольственную безопасность. Ну, давайте теперь будем разбираться, что есть истина, где правда, а где нет. Вы знаете, что из пшеницы можно сварить кашу. Ну, вот кашу сварить можно из любой пшеницы или нет. Давайте сейчас мы посмотрим небольшой сюжет для того, чтобы вы вошли в тему нашей передачи. Такая крупа мае тривалий термін зберегания, и все свои смаковые и поживные властивости не втрачает даже через 6-9 месяцев. Пшеничная каша – багато джерело натуральної клетковины. Регулярное ее вживание допомагает налагодить травление, очистить шлунково-кишковый тракт, поліпшить процессы жирового обмяну в организме. До речи, пшеничная каша є одниєю з найменш калорийных, тому вона доповнить раціон тех, кто дотримуется диеты або намагается скинути зайву вагу. Пшениця – багато витаминами группы В, найважливішими антиоксидантами, які беруть участь у вуглеводному живленні клетин, необходимых для нормального кровообігу, гормонального обмяну, засвоєння витаминів і роботи шлунково-кишкового тракту. Вживание пшеничної каши Артек також підвищує иммунітет і сприяє очищенню організму від шлаків. Поживні речовини, що містяться у пшениці, благотворно впливають на роботу кровоносної та нервової систем, сповільнюють процеси старіння, покращують стан шкіри і нігтів, а також відновлюють колір волосся. Це унікальне джерело енергії для тих, хто веде активний спосіб життя чи займається важкою фізичною працею. Ось так, небольшой сюжет. Ну, от все ли здесь правда і все ли так? Так, действительно, когда мы говорим о пшеничной каше, вообще о пшенице, из которой можно сделать кашу, мы подразумеваем, мы ученые, и мы знаем это, мы подразумеваем, конечно же, твердую пшеницу. Вы вспомните, пожалуйста, вот всегда мы говорим с вами, что существует разделение мягкая пшеница, твердая пшеница. Це два разных вида, в общем-то, биологических. И если мы говорим, что мягкая пшеница, она специально приспособлена для хлебопечения, она специально выведена селекционерами таким образом, чтобы мы могли получать много белка, вкусного, полезного, ценного. Но есть еще и пшеница твердая. Это не сорта твердой пшеницы. Она отличается по составу своему биохимическому. Твердая пшеница, она создана, во-первых, она первая, которая появилась на планете. И более древняя твердая пшеница, нежели мягкая. Так вот, если мы и с мягкой исключительно можем печь хлеб, готовить хлебобулочные различные изделия, то, извините меня, и с мягкой пшеницей кашу не сваришь. Вернее как, кашу сварить, конечно, можно. И, к сожалению, то, что мы называем сейчас крупа артек, она изначально придумалась еще в советское время, тогда, когда была у нас яровая твердая пшеница. И эта каша действительно состояла из перемолотой, вот сейчас я вам даже могу показать настоящую кашу артек. Вот, посмотрите внимательно. Вот такая она замечательная наша каша. Видите, прозрачная. Если мы посмотрим кусочки, вот фрагменты вот этой пшенички, перебитой, то мы увидим, что она стекловидная. И это характеристика именно пшеницы твердой. Что же мы видим сейчас в нашей торговле? Под названием артек очень часто, и даже не очень часто, в 98% случаев, когда я исследовала эту проблему, 98% случаев у нас пшеничная крупа артек из мягкой пшеницы. Чем это нам грозит? В принципе, катастрофы не будет. Но, во-первых, вкуса никакого. И вы не получите удовольствие такое, как вы получили бы от каши, сваренной из настоящей твердой пшеницы. Каша из настоящей твердой пшеницы называется булгур. Булгур в мире это название общепринятое. И в любом или спельта, так мы говорим, или булгур. Булгур называют очень часто. В принципе, в Украине тоже как-то не было в эпиходе этого слова. Сейчас же, когда, я надеюсь, что и благодаря моим программам, потому что мы обучаемся уже очень многому и правильному питанию, мы стали говорить булгур, мы стали говорить настоящая каша. Эту кашу из булгура надо готовить тоже с особой тщательностью, потому что эта каша, она предполагает предварительного замачивания в воде для того, чтобы раскрыть весь потенциал этой замечательной крупы, для того, чтобы мы не убрали микроэлементы, для того, чтобы мы не убрали пользу, которую мы получаем, потребляя кашу. Вы знаете, у меня в рационе моего питания обязательно один раз в неделю булгур присутствует. И у меня талия уже очень много лет держится на одном и том же уровне. И это я вам правду говорю сейчас. И не только это. Просто каша такая, она богата клетчаткой. А что такое клетчатка? Клетчатка – это незаменимая вещь, незаменимый продукт, потому что давая насыщение, она собирает все шлаки и выводит из организма. И это свойство, пожалуй, одно из основных свойств хорошего качества продукта. Давайте мы посмотрим еще один сюжет и прогуляемся. И потом опять посмотрим, и все ли там правда в этом сюжете. Будьте добры, давайте нам еще один сюжет. Ценний харчовый продукт, который имеет высокую поживность. Крупы местят великую количество растительных белков, витаминов и минеральных речевин. Пшеничная крупа Артек – это частинки подробной пшеницы, полностью освободлены от зародка и частково от несеневых и плодовых оболонок. Характерная особенность пшеничной крупы – однаковая консистенция практически всех ее частинок, что дает возможность им развариваться одночасно. Пшеничную крупу Артек використовую для приготовления пшеничної каши, запеканок, пудингів, биточків, супів. Ця крупа корисна, вона містить залізо и фосфор, микроелементи и витамини. Для тех, кто ведет активный способ жизни, пшеничная каша незаминна. Вона легко засвоюється организмом и насичит его энергией. Особливо варто вживать пшеничную крупу в осеньо-зимовый период, адже вона сприяє зміцненню иммунитету. Пшеничная каша відрізняється высоким вмістом холіну – речовини, которая регулює жировий обмін. У ней містяться рослинні белки, вуглеводи, велика кількість клітковини, а також мінеральні речовини и витаміни. Ну вот, посмотріли ви сюжет. І вам, наверное, уже поверилось, да, в то, що це действительно реалия. Скажу я вам так, то, що було сказано, це напряму касається м'якій пшениці. Без зародыша, без оболочек. А що ж остається в сухому остатку? В сухому остатку остається пустота. Потому що ні тех микроелементів, ні того количества клітчатки в цьому продукці, який ви зараз посмотріли, нет, к сожалению. І вот такі заблуждення у нас, пістоянні, на нашому телевидні, і бувають, к сожалению, дуже часто вони вводять, в українській мові кажуть, вводять в Аману. Але це действительно так. Тому що, ну, нельзя говорити «хорошо» на те, що «плохо». На самом-то деле, коли ми употребляємо пищу, вот, крупу із мягкой пшениці, ми не получаємо абсолютно никакой пользи. Кроме того, що ми просто насыщаємося. Плюс, к тому же, ми ще становимося круче, толще і безобразні. Ну, це так, действительно. А вот булгур, настоящее твірдає пшенице, яка, яка преобразована в таку вот крупу, і даёт здоров'я, і даёт именно вот ці мікроелементи. А почему? Потому що, коли ми перерабатываем твірдю пшеницу на крупу, ми не відаляємо зародиш, ми не відаляємо оболочкою. Це все перемалується. А ведь все полезне содержиться именно в оболочці. А генетический матеріал содержиться в зародише, собственно. Потому вот эта крупа, которая из твердой пшеницы, она ценная, полезная и крайне необходима организму. Она необходима детям, потому что если мы сравним, вот если, не дай бог, вы… А, обратите внимание, есть особенность, как можно отличить в магазине незнающему человеку крупу из мягкой пшеницы и из твердой пшеницы. Во-первых, я вам уже показала, твердая пшеница, каша из твердой пшеницы, она имеет, крупа вернее, как прозрачность. Она перемолота и она как прозрачная. Если положить ее на свет, она, в общем-то, просвечивается, потому что стекловидная. И это особенность этой крупы. Если же мы покупаем кашу из мягкой пшеницы, она серая на цвет, и там еще остатки коричневых оболочек. Производители, которые оценят свой труд, конечно же, они начали выпускать все больше булгура, настоящего. И они маркируют его, булгур, и ставят букву Т, твердая. То есть вот эта буква Т, она маркирует только исключительно крупу из твердой пшеницы. Если мы видим букву М на каше Артек, задумайтесь, Артек ли это? 98% помните мои слова, это не твердая пшеница. И лишь 2% это твердая. Буква М означает мягкую пшеницу. Это, будем так говорить, это честный производитель, который честно говорит, вот вы съедите этот продукт, пользы не получите. Ну, в общем-то, калории получили. Есть еще, я не могу сказать, что это хорошо, но в принципе есть еще марка МТ. То есть 10% твердой пшеницы и 90% мягкой пшеницы соединяются в крупе, да, и получается вот такая ТМ-марка. Я не думаю, что стоит тратить силы на приготовление каши, вкусной каши из этой тоже такой среды непонятной. Как приготовить вкусно, полезно булгур? Потому что от того, как вы приготовите эту кашу, будет зависеть ваше удовольствие, либо неудовольствие. Но польза в любом случае будет. Итак, замачиваем эту крупу, желательно. Один раз мы ее промываем. Обычно, когда перед перемалыванием твердая пшеница, во-первых, она очень твердая, и там нет рассыпчатых мелких фракций очень. Она разделяется очень на равномерные сегменты. Потому что у вас не заставит никакого труда один раз промыть под проточной водой в дуршлаке количество. И запомните, помните, я всегда вам говорю, соотношение воды и крупы. Любая каша, любой продукт, любая крупа требует своего соотношения. Так вот, булгур надо соединять один к четырем. То есть мы берем одну часть булгура и берем четыре части воды. Это правило, когда полностью насыщается водой частичка, и вот мы получаем настоящий продукт. То есть мы замачиваем, мы промыли один раз в проточной воде, замочили эту крупу и оставили. Мы можем оставить ее на ночь. Но я вам не советую это делать, потому что более длительный процесс для булгура, настаивание на воде, он немножко ухудшает сам продукт. Я вам советую подняться утром пораньше, выпить, как я вам уже рассказывала, стакан горячей воды с имбирем или стакан горячей воды с лимоном, сделать небольшую зарядку и приступить к приготовлению прекрасного завтрака для своей семьи. Берете булгур, промываете в дуршлаке, замачиваете его ровно на то время, пока вы возитесь с собой, пока вы приводите себя в порядок. Это минут 20-30 час, в зависимости от того, как вы себя приводите в порядок. И затем вы, расскажу еще один секрет. Вместо одной части воды добавьте вот эту часть молока, три части воды и заливайте. Вот настаивается в такой среде. Затем вы включаете на медленном огне, тихонько-тихонько будет подбулькивать ваша каша. В течение 30 минут вся вода уйдет, то есть вся вода попадет уже в зерновки. После этого вы добавляете немножко соли и хороший кусочек хорошего сливочного масла, 82-процентного, натурального, которое вы знаете, что натуральное. Закрываете это крышечкой, перемешали, закрыли крышкой, выключили, сняли с огня. Все, через минут 15-20 вы можете приступать к трапезе. Я думаю, что ваши родные, кроме того, что это будет необычный для них вкус этой каши, они еще получат порцию здоровья. Кашу действительно хорошо, очень хорошо, когда мы используем такой продукт зимой и весной. Почему зимой? Зимой, потому что она согревает, а вот весной, потому что она витаминизирует наш организм. Потому что весной, как правило, мы уже утрачиваем тот запас витамином, который был накоплен в течение прошедшего года, и мы начинаем собирать новый запас полезных веществ и витаминов. Эта каша будет вашим спасителем даже при серьезных заболеваниях, потому что нет противопоказаний против этой каши. У каждого продукта бывают какие-то плюсы, ну как наша передача, плюсы и минусы. Вы знаете, до сих пор не нашла ни одного минуса в этом продукте. Он хорош как детям, как взрослым, как больным, как здоровым. Так что будьте добры, присоединяйтесь к здоровому питанию, становитесь мудрее, лучше. И уже зная, что продовольственная безопасность – это наше здоровье. Итак, про булгур вы уже все знаете. Если будут у вас вопросы, в следующей передаче мы, конечно же, прямо эфирной передачей поговорим. И зададите мне вопросы по булгуру тоже. Но вот еще есть очень интересные продукты, которые производятся из твердой пшеницы. А, кстати, что производится из твердой пшеницы? Помните, что макароны? Макароны – это то же самое, но только для макарон твердая пшеница немножко другая. Она есть более насыщенная белком и клетчаткой. Так, это пшеница, которая специально перерабатывается на макаронные изделия. Но есть еще один замечательный продукт. К сожалению, конечно, я не могу сказать, что пшеница, если пшеница – это старинный продукт Украины тоже, древний, древних славян, древней Украины. То, конечно, продукты, которые называются кускус, я не скажу, что это наши. Потому что кускус как раз это традиционно азиатский продукт, традиционно африканский продукт. Этот продукт, который тоже производится, вернее, как может производиться. И за рубежом он по стандартам производится исключительно из твердой пшеницы. А вот у нас уже я обнаружила, к сожалению, подделки. Я считаю, что это подделка, потому что это неправильная трактовка продукта, который продается. У нас уже в наших торговых сетях я обнаружила кускус, который вымолочен из мягкой пшеницы. Тоже будьте осторожны. А, кстати, еще один диагностический признак. Если для того, чтобы отличить булгур это или крупа мягкой пшеницы, помните, что золотистый цвет – это свойство твердой пшеницы. А серость, потому что уже без оболочки и там совсем другой состав – это мягкая пшеница. Точно так же и кускус. Некоторые производители бодяжат, вот по-другому, не могу просто найти другого слова, бодяжат вот такой вот кускус безобразный. А вот мы сейчас посмотрим, какой настоящий кускус. Я думаю, что нам помогут сейчас показать его. Вот такой кускус. Видите, вот это тоже. Это специальная обработка зерна твердой пшеницы. Специальная обработка. Здесь действительно помол немножечко другой. Но здесь, если крупа булгур, она имеет такие острые края, то кускус имеет мягкие края. То есть практически они закруглены и выглядят совсем по-другому. Это изумительнейший продукт. Ну и бог с ним, что он не украинский, елки-палки. Но ведь националисты другие тоже есть замечательные. Так вот, кускус – это ваш продукт, который вы можете использовать просто за 5 минут до того, как вы должны приготовить завтрак. Исключительно ничего с ним не делаете, кроме того, что соотношение воды, либо можно бульона, можно чего-то еще, 1 к 10. То есть на 1 столовую ложку кускуса мы берем 9 столовых, даже 1 к 9, 9 столовых ложек воды. Либо же жидкости, на которые вы хотите приготовить этот кускус. Кускус не варят. Кускус нагревают. То есть берется кускус, берется кипящая вода, либо кипящая жидкость, добавляется туда соль и заливается вот этой соленой водой кускус. Накрывается крышкой. Буквально 15 минут он стоит, и вы увидите, какой он получился пушистый, раздутый. Каждый кристаллик, как горошинка небольшая, не горошинка, а как маш, маленькая такая горошинка. А вкус потрясающий просто. Кстати, к булгуру, к кускусу замечательно подходят наши грибы с вами, о которых мы очень часто говорим. И если вы хотите получить двойную, да нет, тройную пользу от того, что вы едите, конечно, попробуйте еще с грибами вот эту кашу приготовить. Я вам разрешаю добавить в воду, которой вы замачиваете булгур, добавляйте сухие грибы, можно сухой белый гриб, можно добавить свежую вешенку, которую вы промыли. Запускайте ее прямо туда же, борите, вы получите тоже опять-таки изумительнейший продукт. И самое главное, что полезный, кроме того, что вкусно, полезно, сытно, но зато вы не добавите себе ни килограмма веса, ни грамма веса дополнительного, от которого мы так избавляемся. Ну что ж, говорить, конечно, я могу долго, интересно. Я просто хочу, вы знаете, это вкусно. Я хочу, чтобы вы жили со вкусом, для того, чтобы человек, я так считаю, что если он получает удовольствие от пищи, значит, он здоровый человек, он хорошо себя чувствует. И мне кажется, что так легко, даже в наше время такое сложное, повышение цен, проблем масса, масса, но мы должны понимать, человек — существо очень приспосабливающееся, и мы не можем терять свои вкусовые рецепторы ради того, чтобы от чего-то отказаться. Потому используйте полным ходом вкусовые рецепторы, варите вкусную, здоровую пищу, и это будет абсолютно недорого, потому что продукты эти все самые, пожалуй, недорогие на всем кашном ассортименте. Вот так можно сказать. Что такое еще можно сделать из твердой пшеницы? Не знаю, многие из вас задумывались, манная крупа. А что такое манная крупа? Давайте посмотрим сюжет, который предварит наш с вами разговор. Каша у слов'ян — одна из самых традиционных и обширенных страв. Ее готували в те давние часы, когда люди еще не использовали жорнами, когда еще не было млиней, и она стала первой стравой, приготовленной из хлебных зерен. Слов'яни использовали кашу и в давних ритуалах. Кашей встречали появу новонародженного и проводили в последний путь. Традиционно ее готували у печи, у горщику. Каша может быть и национальной стравой. Так, вівсянку очень любят англичцы. Рис — другий хлеб для народов Азии. Кукурудзяна каша и тапиока входят до основного раціону індянцев Певденної Америки. Пшеницю, перетворенную на очень дребную крупу, использовали для приготовления манной крупы. Слово «манная» — старословянское, и походить от грецкого слова «таппа», что означает «їжа». Еї зазвичай готували на молодцы и готували только детей. В царской России манная крупа была надзвичайно редкісным и дорогим продуктом. Только в радянские часы она стала доступна широким верствам населення. Итак, поговорим о манке. Манная крупа. Помните, что такое, что больше всего не любят дети в садике? Вернее, ну не степерешние дети, потому что уже немножечко другое все изменилось. А вот в детском саду чего больше всего не терпели дети? И я тоже терпеть не могла этот продукт. Манную кашу. Потому что это казалось такая гадость, такая мерзость, когда она такая противная, гадкая, и ее надо еще есть. А вы знаете, что манная крупа гадкая, потому что когда-то мы просто нарушили стандарты, по которым готовится манная крупа. А ведь манная крупа на самом деле, настоящая манка, готовится именно из твердой пшеницы. И вот такая манка я вам сейчас покажу. Вот таким образом. Вот. Видно нам, наверное, да? Неплохо видно? Да. Вот посмотрите, какая она зергистая. Каждая отделяется крошечная-крошечная, такое как зернышко, крошечный сегмент. Вот эта каша, которая настоящая манная каша, о которой слагали легенды, которую обожали. Это был царский продукт, потому что когда она готовится, она рассыпчатая, вкусная, она полезная, она из твердой пшеницы. И она, что самое главное, никогда не вызывает никакие аллергические реакции у детей, которые вызывают каша манная, которая изготавливается из муки мягкой пшеницы, из крупы мягкой пшеницы. Вы знаете, я считаю, что это где-то из серии тоже очень нехороших проблем, и это почти преступление, потому что, вот посмотрите, вот это вот другая, но на вид, может быть, вы не отличите, но вот эта каша, она на ощупь совсем другая. Вот это будет размазня, вот та каша, которую так не любят дети, каша, которая не обладает никакими вкусовыми качествами, особенностями, и которая вредна для организма. Самое ужасное то, что я просмотрела, опять-таки прошла по маркетам, и у нас в семье принято есть манную кашу, мой внук обожает манную кашу, это его один из любимых продуктов, и теперь я столкнулась с тем, что даже я не нашла в сети манную кашу из твердой пшеницы. К сожалению, остались только зарубежные образцы, и не только образцы, зарубежные продукты, настоящие манной каши. Вся отечественная продукция, слава богу, что они хотя бы меркируют, они тоже ставят букву М и говорят, ну что ж, ну другого у нас нет. И очень жаль, потому что манная каша из твердой пшеницы, она тоже это настоящий лечебный продукт. Вот равно как больным, ослабленным людям мы даем бульоны, куриные бульоны из домашней курочки, и никоим образом бульон из курицы не может быть из обычного бройлерного мяса, которое произведено на фабрике. Точно так же манная каша, она становится лечебным продуктом только тогда, когда она изготовлена из крупы твердой пшеницы. Это, к сожалению, я ничего не могу вам предложить, какой-то вариант, но честное слово, манная каша, может быть, вернется все-таки на рынок этот продукт, ведь производить его не так сложно. И я, как человек, знающий аграрное производство, знающий технологии производства таких продуктов, утверждаю, что мы сейчас просто творим неправильно, должны заниматься этим вопросом очень серьезно диетологи, потому что тот продукт, который мы называем манной кашей, который в учреждениях детского питания продается, это безобразная и нехорошая каша, нехороший продукт. А вот манку из твердой пшеницы, нам очень трудно найти. Ну что ж, дорогие мои друзья, я думаю, что мы еще посмотрим один небольшой сюжет о манке. И помните о том, что я вам говорила. Мы сейчас еще вернемся к этому. У манцы много крохмалю, но белка, витаминей, минералей и других поживных речевин мало. Манка крупа особлива. Насправді, это побечный продукт производства пшеничного борошна. После замеливания всегда остается 2% дребных частичек зерна. Лише трохи больше за борошняный пил. Это и есть манка. Справжние поцинователи манной каши даже не догадываются, что у продаж надходить 3 виды цієї крупы. Найменш корисну та найбільш поширену выготовляют из маяких сортей пшеницы. На упаковке ее позначают шифром марка М або просто буквою М. Это мало про что говорить покупцеві. Манна крупа марки М мае вигляд маленьких непрозорих білих крупинок. Вона швидко варится та максимально збільшается в объеме. Найкращую, чтобы то найкориснишую, но не завжди найсмачнішую манку выготовляют из твердых сортей пшеницы и позначают буквою Т. На вигляд это невеликие желтуватые крупинки с гострыми гранями. Каша из них виходит более рассыпчастую и мает насыщеніший смак, ниж с крупы марки М. А манка с позначкой МТ на упаковке это суммеш крупы из мягких и твердых сортей пшеницы. Останною мае бути не меньше 20%. Манна крупа марки МТ не однородна за кольором та формою. Завдяки корисным властивостям ее використовывают у щоденному дитячому рационі. Але навіть цю информацию на упаковці виробники часто не вказують. Вот подтверждение моим словам. Ну что ж, дорогие друзья, на этой ноте мы закончим нашу передачу. Я с вами прощаюсь ненадолго, но все-таки я вам желаю продовольственной безопасности. Я вам желаю всегда находить тот продукт, который вы хотите иметь. Будьте бдительны, осторожны, выбирайте только качественные продукты и смотрите наши передачи. Я думаю, много нового вы узнаете. Будьте здоровы! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова